7 января в законодательном собрании Гонконга проходил второй раунд политических консультаций по поводу плана политических реформ и подготовленного властями доклада в Пекине о общественно-политической ситуации в городе. Как только секретарь администрации Гонконга Кори Лэм объявила о начале консультаций и собиралась зачитать текст заявления, более 20 депутатов продемократических партий раскрыли желтые зонтики и покинули сессионный зал. Спикер призвал депутатов вернуться на свои места, а затем объявил перерыв. Один из депутатов держит плакат с призывом предоставить гражданам право самим выбирать кандидатов и руководителя администрации. Во время состоявшейся после этого пресс-конференции депутаты объявили о бойкоте сегодняшней консультации и заявили, что в будущем будут бойкотировать и план политических реформ, основанный на скандальной резолюции ВСАНП от 31 августа прошлого года. Согласно резолюции ВСАНП, кандидатов может выбирать только одна коммунистическая партия Китая. У жителей Гонконга нет права сделать свой выбор. Жители Гонконга не могут стать настоящими хозяевами своего города. В Гонконге нет настоящих всеобщих выборов. Если мы принимаем это решение, то так называемое голосование будет чисто символически. Это не будет настоящим выбором. Тогда настоящая демократия станет еще дальше от нас. Жители Гонконга добиваются демократического пространства. Такое пространство могло бы появиться при получении возможности провести всеобщие выборы главы администрации в 2017 году. Но такая возможность была уничтожена резолюцией ВСАНП. Поэтому, сколько бы раз наши власти не проводили политические консультации на основе этого решения ВСАНП, два, двести или же две тысячи раз, эти консультации не имеют смысла. Во время другой пресс-конференции секретарь администрации Гонконга Кэрри Лэм посеркнула, что за все годы ее работы в правительстве в настоящее время работа по проведению политических реформ столкнулась с наибольшими трудностями и самыми большими вызовами. Продолжение следует... Продолжение следует...